Продолжение следует... Адентогенные верхнечелюстные синуситы составляют 26-33% от всех верхнечелюстных синуситов, причем основная масса пациентов – это люди молодого и среднего возраста. Продолжение следует... Синуситы, развившиеся как осложнение хронического остемелита, альвеолярного отростка или тела верхней челюсти. Также классифицируют по характеру клинического течения и по патоморфологическим изменениям. Причины адентогенного гайморита – это периодонтиты, остеомелит верхней челюсти, опекальные гранулемы, субпериостальные абсцессы, перфорация верхней челюстной пазухи и народные тела гайморовой пазухи, травмы шнейдровой мембраны при процедуре синуслифтинга, ретенированные зубы и пневматический тип строения гайморовой пазухи. Считается, что основным этиологическим фактором адентогенного гайморита является периодонтит. Однако при более тщательном исследовании выявлено, что основным фактором является етрогения, которая составляет 55% от всех факторов, в то время как периодонтит составляет всего 40%, а адентогенные синуситы – 5%. Возможно, это вызвано увеличением количества стоматологических операций, таких как синуслифтинг. По частоте встречаемости в качестве причины зубы различаются. Маляры верхней челюсти вызывают адентогенные синуситы в 47-68% случаях. Чаще всего их вызывает первый премаляр, затем третий и, реже всего, второй премаляр. Основные возбудители адентогенного гайморита – это аноэробные неклостридиальные грамотрицательные флоры, микроорганизмы, продуцирующие бета-лактомазу и грибы рода аспергиллус. Диагностика. Диагностика. Тщательный сбор стоматологического анамнеза является ведущим диагностическим методом. По-прежнему актуальными являются рентгенография и ортопантомография. Но в основном сейчас используется конусная компьютерная томография. Также сейчас используется зондирование свища, клиническая пункция гайморовой пазухи, биопсия и эндоскопический осмотр. Из всего вышесказанного сделаем выводы о патогенезе. В качестве патогенеза адентогенных синуситов выделяется сенсибилизация, пролиферация слизистой оболочки в виде образования полипов и блокада естественного соусти. Перейдем к разбору клинического случая и анализа лечения пациентки, находящейся под наблюдением лор-клиники в течение 5 лет. Пациентка 35 лет, проживающая в городе Саратова. Телосложение нормостеническое. Сопутствующие заболевания. Мочекаменная болезнь, вне обострения, страдает сезонным полинозом, миопия средней степени, артериальная гипертензия. Стоит обратить внимание, что имела ребенка в возрасте 8 месяцев, который находился на грудном скармливании. Беременность протекала на фоне высокого артериального давления, которое закончилось преждевременными родовыми, с кесаревым сечением и состоянием преэклампсии. Аллергии на лекарственные препараты ранее не отмечала. В детстве пережила болезнь Боткина. При поступлении были жалобы нарезки боли в левой половине лица, с радиацией в лобную область справа, переносицу, зубы верхней челюсти слева и подъем температуры до 37,5 градусов. Усиливающиеся боли в области левой щеки и левой половины лба при наклоне головы. Гнойные и скудные выделения из левой половины носа с неприятным запахом, заложенность носа, снижение обоняния. Анамнез. В течение беременности периодически отмечала боли в области первого верхнего левого маляра, который купировались самостоятельно и на момент обращения не беспокоили. Боли в левой половине лица отметила 20 августа 2015-го. Они носили невыраженный характер, к врачу не обращалась. С 1 сентября симптоматика усилилась. 12-го появилась припухлость левого нижнего века. Поступила в лор-клинику по экстренным показаниям. На данном слайде имеется томограмма при поступлении. При поступлении состояние было ближе к удовлетворительному. При иноскопии отек и гиперемии слизистой оболочки полости носа слева, скудная гнойно отделяемая со специфическим запахом в среднем носовом ходе слева. Отмечается умеренный отек, гиперемия нижнего века левого глаза, химоза, экзофтальма нет, висус сохранен на исходном уровне. При пальпации резкая болезненность в проекции левой гайморовой пазухи. Консультировано терапевтом-стоматологом. Диагностирован кариес 26-го зуба с явлениями хронического периодонтита. Рекомендовано терапевтическое лечение в плановом порядке. На данном фото изображена ортопантомограмма при осмотре стоматолога. Ход стационарного лечения при госпитализации. 12 сентября в 13.30 произведена пункция левой гайморовой пазухи с попыткой дренирования при пункции путем активной аспирации получено скудное количество гнойного отделяемого. Диагностирован полный блок естественных соустей. Попытка установить катетер была исключена. Назначена антибактериальная и противовоспалительная терапия. В 17.00 на фоне проводимой терапии состояние больной ухудшилось. Нарастал болевой синдром, несколько усилился отек и гиперемия нижнего века левого глаза. Отмечался подъем температуры до 38 градусов. Здесь чем принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства в объеме радикальной операции на левой гайморовой пазухе. В 18.30 по эндотрахеальным наркозам произведена радикальная операция по каудовую люку на левой верхнечелюстной пазухе. Ход хирургического вмешательства классический. При вскрытии пазухи под давлением получено гнойно отделяемое с крышковидными включениями и характерными адентогенным запахом. Костные стенки пазухи сохранены, деструкции нет. Слизистая оболочка полипозно изменена с распространением патологического процесса в область медиальной стенки. Блокада естественного соустия. В альвеолярной бухте выделен и удален крупный полип с элементами жидкостной кисты, который изображен на данном сайте справа. Пазуха сонирована, наложена соустья в области нижнего носового хода, гемостаз. Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписано в удовлетворительном состоянии с рекомендацией лечения у стоматолога по месту жительства. На данном слайде изображен контроль компьютерной томограммы пазух при выпуске на 7-е сутки после операции. По прошествии некоторого времени пациентка вновь обратилась в лорклинику и была повторно госпитализирована 30 сентября 2016 года. Как выяснилось, пациентка в мае 2016 года произвела удаление 26-го зуба, после чего в одном моменте был установлен имплант без процедуры синус-лифтинга. За консультацией к лор-врачу пациентка не обращалась. На данном слайде мы видим ортопантомограмму после имплантации. При поступлении отмечались идентичные предыдущим жалобы. При попытке промыть пазуху через искусственное соустье обнаружилась рубцовая ткань, полностью обтрирующая просвет. На фоне проводимой консервативной терапии решено произвести повторное хирургическое вмешательство в объеме эндоскопической гаэрморитмии с интерназальным доступом и формированием искусственного соустья в области среднего носового хода. Интраоперационно. Полипозно измененная слизистая оболочка в области альвелярной бухты, рубцовое извращение искусственного соустья, гной в малом количестве. Здесь мы видим компьютерную томограмму при момент поступления пациентки. Особенности ведения больной после реоперации. Учитывая массивный отек слизистой оболочки гайморовой пазухи, наличие полипозных масс гистологически подтвержденных, пациентки в раннем послеоперационном периоде были назначены системным коротким курсом глюкокартикостероиды. В схему терапии с пятых суток после эндоскопического вмешательства добавлены интерназальные глюкокартикостероиды. Схема приема рассчитана в течение года после вмешательства. Пациентка консультирована хирургом-стоматологом. На момент вмешательства признаков переимпланта не выявлено. Было принято совместное решение о сохранении импланта при соблюдении рекомендаций. Здесь имеется контрольная компьютерная томограмма сентября 2019-го, на которой видны значительные положительные изменения. Признаков испаления нет, соусти расширены. Вывод. С учетом многочисленных наблюдений за пациентом с адентогенными синуситами, один из примеров, который был рассмотрен, следует вывести критерии лечения с поправкой на стоматологическую патологию. Первое. Дифференцированный подход к хирургическим методам лечения. Второе. Метод длительного дренирования пазухи, который остается по-прежнему актуальным методом. Антибактериальная терапия. Эмпирически с учетом данных МАЗКА. Длительность не менее 10 дней. Возможно продление при положительной динамике до 14 суток. Обязательное добавление в курс терапии муколитических препаратов. Местно и системно. Имеет место по показаниям назначения коротким курсом системных глюкокротикостероидов. 5 дней с постепенно сниженной дозой препарата. Консультация стоматолога, с которым вы найдете междисциплинарный контакт. При отсутствии эффекта и без эффективности консервативной терапии от антогенных синуситов показано хирургическое лечение с преобладанием эндоскопических операций на верхней челюстной пазухе с расширением естественного соустия, санации пазухи. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!